У-у-у, это буква У, молодец! Когда сыну исполнилось 9 месяцев, Лариса Харина поняла, что-то не так. Мальчик не отзывался на имя, не смотрел в глаза и не хотел играть. В полтора года Феде поставили диагноз – аутизм. Приходила домой, плакала, делилась с близкими, рассказывала. Меня многие поддерживали и поддерживают. Спасибо маме, спасибо мужу. Очень нужна, очень важна поддержка со стороны, потому что это психологически очень давит, конечно. Долгое время ученые считали аутизм разновидностью шизофрении. Сегодня доказано, что это нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Причины возникновения аутизма научно не доказаны. Основные симптомы – желание уйти от контакта, стремление к одиночеству, задержка речевого развития. Этих детей называют странными и неконтактными. Аутизм – это такое мозаичное нарушение, при котором может быть с охранным интеллект, но при этом абсолютно отсутствовать коммуникация. Или ребенок может говорить очень много, он может транслировать фразы из мультиков, просто услышанный разговор повторять, при этом не уметь эти фразы применить для того, чтобы что-то попросить. Аутичного ребенка нельзя выпускать из поля зрения. Его невозможно устроить в садик и отдать в школу. В Самаре существует лишь одна группа, куда детей принимают на 3-4 часа. Главное, что сложно, никто не говорит, что делать, куда идти, куда с этим обращаться, и как дальше с этим жить, и как вообще на это все влиять. Никто ничего толком не знает. Таблеток от аутизма не существует. Самым эффективным способом его коррекции считается ЭБИА-терапия. Ее задача – помочь ребенку приспособиться к миру, не приспособленному для него. Катя, я хочу червячки. Родителям детей-аутистов нужна помощь, в том числе и общество. Но для этого необходимо знать, что такое аутизм. Что орущий на полу в супермаркете ребенок не избалован, а напуган до невозможности, навалившимися на него ощущениями. И его маме нужны не замечания, а немного понимания и терпимости. Инна Сыпанченко, Артем Сулайманов, События.